друзья приветствую сергей из москвы прислал вот такую посылку в посылке образцы масла кикс сейчас я открою вам ее покажу так вот описание так прошу прощения у меня тут проблемы с качеством картинки я сейчас поправлю так еще хуже ну вот так нормально так значит это кикс g1030 артикул допуски описание ну естественно две баночки отработка и свежие вот они подписаны сбоку но я еще дополнительно подпишу на крышечках чтобы удобно было сниму изоленту так все готово значит допуски первым делом естественно я обновлю спектрограмму данного масла на заранее подготовленной болванки вот такая спектрограмма ну судя по ней видно пару ступенечек таких эстеровых вот видите я увеличил один фрагмент где-то семь сотых по аналогии с мобилом это до полутора процентов эстеров я бы вот так оценил может я конечно ошибаюсь это что-то другое но очень похоже на эстеры в общем-то это область эстеровая и по уровню похоже так значит смотрите подкорректируют данные относительно болванки болванка это у нас кастрол 030 уровень противоизносных присадок 89 процентов чуть чуть пониже возможно что как раз эти полтора процента и призваны заменить заместить вот эти 10-15 процентов противоизносной классической присадки так гликоль четыре десятых здесь в плюсе вот но пишут что это гликоли возможен из пакета присадок поэтому я здесь 0 и вывожу сажу убираю кислотная прибор намерил 157 но учитывая что возможно здесь полтора процента ну скажем так 90 процентов что есть здесь небольшое количество стр ф я понижаю да они дают завышение некоторые 1 и 5 так и щелочной 7 и 5 один известный сайт с которого я брал анализы кислотные намерили вообще 128 но мне кажется это не совсем правдоподобно такой низкий уровень так значит вот описание автомобиля этот таском шестнадцатого года 157 тысяч пробега 3 с небольшим 1000 на масле 120 мод часов средняя скорость 24 так газпром не нефть а и 92 из использовался с октября по декабрь смотрите значит по отработке противоизноски восемьдесят девять процентов появилась немного гликоля две десятые вместе с 2000 почти пипе м вода это 2000 тоже порог предупреждений тут чуть чуть не дотянула но вместе гликоли вода может говорить о попадании антифриза в масло надо сергею посмотреть за уровнем антифриза из-за эмульсии на всякий случай так нитрование окисления более-менее нормально кислотная 216 щелочное 49 запас еще есть но не такой большой как хотелось бы да по нитрованию богатая смесь но есть небольшое превышение по богатой смеси скорее всего после 200 но часов она уже достигнет порога предупреждения но учитывая что это городская езда автомобиль много прогревается на прогреве работает на богатой смеси так что ничего тут удивительного нет это нормальное явление для большого города ну и вязкость это видите подтверждает что есть разжижение для городской езды это скорее норма вот топливо на прогревах попадает я бы оценил это в 2025 может быть максимум процентов от максимального уровня то есть приемлемый уровень так не забывайте кстати нажимать на лайк дизлайк кто не подписался подписывайтесь нажимайте колокольчик если хотите получать уведомления о новых видео ну и вот оценка ресурса значит те данные которые были которые стали по пробегу ресурс я оценил в 5600 километров по моточасам 220 моточасов в принципе для эльсака достаточно такие типовые значения но видно что масло такое средненькое я не сказал бы что какие-то результаты выдающиеся у него вот но все зависит от стоимость если стоимость не высокая данного масла то почему бы нет на пять шесть тысяч мне кажется нормально если она дороже конкурентов то не знаю не вижу особого смысла мне кажется что здесь если есть пау то его минимальное количество показатель наличия пау вот мне так видится это уровень эстеров потому что эстеры компенсируют некоторые недостатки пау и чем больше эстеров тем больше вероятность того что в масле есть пау здесь я особо не вижу скорее всего это по большей части гидрокрекинг какой-то нам хорошей очистки вот но тем не менее чудес от этого масла ждать не стоит вот такой получился тест благодарю сергея за предоставлены образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока